Биология 7 класс. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство – одна из самых древних форм хозяйственной деятельности человека. Рыба для человека – источник очень ценных пищевых продуктов, животных белков и жиров, которые легче усваиваются, чем растительные. Промышленный лов рыбы ведется в морях, океанах и на крупных реках, в озерах. Рыб выращивают специально в созданных для этого прудах. Основные океанические пространства, где ведется круглогодичный вылов рыбы – это субтропические и тропические воды Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Эти области океанов не замерзают. В районах, приближенных к Северному полюсу, вода сильно охлаждается, а Северный ледовитый океан имеет постоянный ледовый покров. Кого ловят в океанах? Океаническую сельдь, салаку, сардину и васи. Эти сельдеобразные отличаются легко отделяющейся чешуей и стадным образом жизни. В северных водах ловят треску, вот на фотографии треска, пикшу, навагу. Эти трескообразные можно узнать по усику на подбородке и трем непарным плавникам на спине. Этих рыб давно и традиционно ловят и любят в России. В океане ловят и других рыб, хорошо знакомых всем по названиям. Морской окунь, ментай, макрурус, хек, камбала. Промесел рыб в океанах ведется, как правило, в местах, приближенных к берегам, на глубине до 400-500 метров. Это область шельфа береговых отмелей у океанического порога, перехода к большим глубинам. Здесь скапливается много рыбы. На лов с таких глубин рассчитаны и орудия лова. В океанах и морях ловят тралами, кошельковыми неводами. В нашей стране рыбу добывают и во внутренних морях. Например, мелкую Каспийскую кильку ловят в Черном, Каспийском и Азовском морях. В Балтийском море промышляют Балтийскую кильку или шпрот, салаку. Традиционным в России всегда было рыболовство на крупных реках. Лососевых рыб ловят на Дальнем Востоке, в Сибири и на Европейском севере нашей страны. Лососевые рыбы – кита, горбуша, семга, нерка, кижуч, форель. Их можно узнать по жировому половничку на спине. Мясо лососевых рыб имеет прекрасные вкусовые качества, и они дают красную икру. Как и осетровые, лососевые нерестятся в верховьях рек, являются проходными рыбами. Однако, в отличие от осетровых, лососевые не боятся порожистых рек с быстрым течением и перепадами высоты. Продвигаясь к местам нереста, они преодолевают пороги, небольшие водопады и движутся против течения навстречу быстро текущей воде. Вот это кита, горбуша. В реках водят и карпообразных – сазана, толстолобика, карася, плотву, тарань, воблу. Кроме карпообразных, в реках вылавливают самов, щук, судаков. Для быстрого получения рыбной продукции рыб разводят в специальных прудах. В прудовых хозяйствах рыб размножают в специально созданных условиях – в хорошо прогреваемой, богатой кислородом воде, при обилии пищи. Для этого строят систему прудов – нагульный, зимовальный, нерестовый и выросной. Прудовое хозяйство и объекты разведения. Вот на верхнем рисунке схема прудового хозяйства. Вот это вот река. Вы видите, что отведены рукава, которые заполняют и питают этот пруд. Нагульный пруд. Что это значит? Это рыба нагуливает вес. Дальше. Зимовальные пруды. Ну, тут понятно, что тут зимует рыба. Нерестовые пруды. Рыба здесь нерестится. И выросные пруды. Здесь вырастают мальки. На рисунке ниже – сазан и породы карпа – чешуйчатый, зеркальный и голый. Он без чешуи совсем. На разных этапах жизни рыб переводят из одного пруда в другой, третий и так далее. В прудах разводят сазана, карпа, карася, толстолобика. В пруды к этим растительноядным рыбам часто подсаживают несколько щук. В присутствии хищных мирные рыбы лучше растут и быстрее прибавляют в массе. По пословице «на то и щука в море, чтобы карась не дремал». Еще одной формой рыборазведения является акклиматизация рыб. Таким путем обогащают фауну рыб многих районов. Рыб перевозят в специальных водных контейнерах, места акклиматизации и выпускают в водоемы. Так из Черного моря в Каспийское переселили кефаль. А в Дальневосточном лосося – киту, водоемы Кольского полуострова. Задачи, которые люди решают при акклиматизации – преодоление рыбами естественных барьеров суши, которые препятствуют расселению рыб. При этом очень важно соблюдать правила. Переселенные рыбы не должны становиться конкурентами тех, которые издавна живут в данном водоеме. Много красивых видов рыб люди разводят в аквариумах в эстетических целях. Таковы породы золотой рыбки – гуппи, бурами, меченосцы, скалярии и другие теплолюбивые пресноводные орвиды. Содержать морских рыб в аквариуме значительно труднее. Родина многих аквариумных рыб – тропические и субтропические пресные водоемы Южной Америки и Африки. Аквариумистика – очень увлекательное, но и ответственное занятие. Рыбы требуют для их содержания постоянных условий, определенных температур, света, аэраций, чистоты и достаточного количества корма. Рыболовство – одна из древнейших и важнейших отраслей хозяйства. От рыб люди получают белковую пищу и жир. Промесел рыб производят в тропических и субтропических водах Мирового океана, во внутренних морях, озерах, в крупных реках. Из-за перепромысла многие виды стали редкими и нуждаются в охране. Разводят рыб в рыбхозах и на рыбзаводах. В декоративных целях содержат аквариумных рыб. Удачи, дорогие мои! Всего доброго и до свидания!